В этом видео хочу рассказать, что я продал на Авито. На Авито я зарегистрировал уже с 2012 года. Давайте начнем с последних продаж. Продал внешний жесткий диск. И последние продажи часто уже с доставкой Авито. Раньше ее не было. Металлогалогенные лампы. Мне кажется, по очень хорошим ценам я продавал. И последнюю штуку приходилось продавать дешевле. Потому что пользователь платит за доставку. И итоговая сумма получает достаточно большая. Хорошо идут запчасти от посудомоечных машин. Например, верхняя корзина для посуды. Замок для посудомоечных машин. Блоки управления. Воздушные фильтры плохо продаются. Я их сам использовал. Просто продал машину. А воздушный фильтр от нее остался. Пришлось фильтровать ее воздух в другом месте. Не продаются какие-то специфические запчасти для ванн. Но можно продать батареи. Часто звонят охотники за металлом. И предлагают там цену, казалось бы, нормальную. Но на самом деле ниже рыночной. То есть, у них все их затраты на поездку и доставку до ближайшего пункта сбора металлолома окупаются. Поэтому не дешевите. Смотрите на рыночные цены. Продаются хорошо вещи с брендом Икеа. К сожалению, пришлось продать неисправный OLED-дисплей. Не продаются вообще эти бактерицидные облучатели, рециркуляторы. Пульс-оксиметр так и не продался. У меня... Давайте посмотрим следующие покупки. Пришлось снять лампы светодиодные. Никому они не нужны уже. Стали и адаптеры. Никому чехлы от старых смартфонов не нужны. Смешная история была с банками из-под Кока-Колы. То есть, если едете куда-то в отпуск, то можете там прикупить вот таких вот баночек специфических, да, с какими-нибудь украшательствами. Потом их коллекционерам продать. Еще долго продавал, но продал сканер Epson. Часто еще бывает кто-то, ну, выкидывает практически вот такие вот вещи на помойку. Но, в принципе, их можно продать. Вот такие вот сканера. Пользуются какие-то фитинги спросом для водопровода. Это вообще, то есть, главное, чтобы презентабельная фотография была. Например, детские раздвижные коньки не удалось продать. Пришлось их отнести на помойку. Ну, в общем, с брендом Nike и Adidas шлепанцы удачно продаются. И даже продавалось с собранием с сочинениями Клуха Маклая. Купил кресло компьютерное. Оказалось, что оно неудобное. Ну, продал практически по цене покупки. Поэтому рекомендую вам все-таки... Ну, в общем, такие вот книги совсем дешевые. Иногда проще вниз отнести и поставить в подъезде на почтовые ящики. Наволочки такого рода заказывают только в основном для каких-нибудь ночлежек. Не хотим продавать. Вот этот тоже продавали. Остатки каких-то фитингов тоже хорошо продаются. И второй вариант. Их можно в течение года вернуть в Леруа, либо во все инструменты, например, .ru. Кстати, вот эта вот книга «Чудотворные иконы». Нужно еще раз выставить. Ими, по-моему, так и не купили у меня. Так, сейчас я здесь... Так, робот-пылесос тоже нашел на помойке, прочистил. И его купили у меня за полторы тысячи. Детское автомобильное кресло продавал. То есть люди приезжают и забирают. Но сейчас правила умягчились в плане кресел, поэтому немалым спросом. Какой-то, извиняюсь, «Чучмек» купил у меня обогреватель для автомобильных сидений. То есть кладется такой на сиденье и попа греется. Я его продал, потому что у меня уже автомобиль с подогревом сидений всех. Даже, что удивительно, прокладки для рожениц, памперсы, все это продается хорошо. Вот, если у вас осталось что-то лишнее, то продавайте. Например, комплект перестройки на жиженный газ. Вообще не идут. Электрогенератор «Опелькорса» пришлось выкинуть. Сгоревший. Как началась СВО, сразу у меня купили антипрокольные кевларовые стельки. За 900 рублей. Ну, как я уже говорил, подгузники. Кстати, вот часто делают ремонт, выставляют пластиковые старые окна без рам. Вот можно их, я их себе поставил в подъезд, на лестничную клетку и продавал. Ну, вот за 900 рублей можно продать. То есть, когда какая-нибудь буря, у кого-нибудь что-нибудь бьется, ему нужно купить одну створку. Вот тогда это пользуется спросом. Костыль с дачи привез, тоже старый советский костыль продал. Даже одну штуку, обычно их парами покупают. Ну, бывает и одна нужна. Как я уже говорил, блоки управления. Плохо продавались рубашки. Только один раз студент какой-то приехал, сейчас уже вся эта ниша занята Авито, о господи, Вайлдберрисом и так далее. То есть, там все же мерить можно бесплатно. Остатки стеклохолста продавались. Очень хорошо пользуются спросом микроволновые печи. Не продешевите. Поставьте побольше цену и потом плавно снижайте. Сейчас они достаточно дорогие. Вот. Прямо за ними охотятся. Можно даже продать старые радиопрограммные радиоприемники. Именно коллекционерам или каким-нибудь бабушкам, которым родственники давят. Взамен сломан. Ну, такие-таки есть пенсионеры старые, которые привыкли к радио. Прямо вот как СВО началась, передние тормозные диски продавались. У меня это от старой машины, которую я продал. Мгновенно ушли все. То есть, был какой-то ажиотажный спрос. Был какой-то краткосрочный спрос на офисную бумагу. Я пытался немножко спекулировать. Не прошла тема. Продавались тонер-картриджи. Старые, перезаправленные. Но очень дешево все это продается. И также в СВО ушел поликлиновый ремень. И даже почему-то раньше еще продавались вот женские коньки, обувь для лыж, для коньков. Сейчас что-то плохо продается. И также вот то, что в подарок от дилера было фиксатор ручной клади в багажнике, тоже покупили у меня при начале СВО. Кресло удалось продать, что удивительно. А так мебель плохо продается. Опять же, задние тормозные колодки. Ласты для плавания. То есть, те вещи простые, понятные, которые вам малы, можно продавать. И продал складной велосипед Stealth. И даже привез его. Он у меня лежал на даче. Какие-то вещи действительно можно складывать на даче. Но здесь риск того, что при большом спросе некоторые люди не хотят ждать, когда вы там эту сдачу все привезете. Даже самая дешевая покупка продажа у меня была эта маска новогодняя. Вообще, выставлял вот эти турецкие шубы старые, пришлось их выкинуть на помойку, никто не покупает их. Датчик движения тоже не продавался, пришлось его использовать. Хорошо идут аккумуляторы. То есть, я думаю, ну кому нужен старый аккумулятор, который плохо держит заряд? Оказалось, нужен. Там приезжают люди на 20-летних автомобилях и покупают. И даже датчики кислорода нужны. Да, бэушные, потому что кому-то нужен именно такой дешевый, чтобы просто не горела лампочка и продать автомобиль. Вот зря я продал тихий вытяжной вентилятор. Он мне сейчас снова нужен. Обращаю внимание, там некоторые украинские производители маскируются под немецких. Диск продал General Motors колесный от запаски. Тоже утюг долго продавался, но продался за 800 рублей. Пытался продавать долго машину на Авито, продал ее в конце концов на Автору. Поэтому для таких специфических продаж нужно пользоваться нормальными площадками. Туфли для танцев отлично продаются. Вот книжку по почте тоже отправлял Международный стандарт финансовой отчетности. Даже плафоны специфические можно продавать. Когда у кого-то раскололись, они их с удовольствием покупают. Но опять же, вот всякие брызговики. Сейчас уже на эти модели нету спроса, потому что уже не производятся сами автомобили. Зеркала удивительно хорошо идут в общагу. Опять же, эти окна пластиковые. Питинги так и не продавались, предохранители не продавались. Старые каталоги тоже снял с продажи. Монитор купили старый, потом жаловались, что он там что-то плохо покадывает. Вот эти все для танцев. Перфоратор. Сначала я его сдавал в аренду, потом продал сломанный. Но потом Авито прикрыли вот эту вот лавочку, что можно продавать. Вот, значит, коньки ледовые. Подоконник. Я его не стал продавать, я себе его приспособил. Сушилку для белья тоже себе купили, потом не пригодилось. Новую продал. Качельки вот такие хорошенько продавались, такие симпатичные. Оперативную память от старого компьютера. Аккумуляторную батарею тоже кто-то у меня купил для старого смартфона. Иногда даже помогал знакомым продавать их какие-то вещи. Ну, у них почему-то лень самим размещать на Авито. Но я бесплатно помог по просьбе жены. Яндекс.Розетка. Вообще тупая штука. Пришлось ее продать вообще. Она как-то галючно работает. Вот, жесткий диск для ноутбука продал. Но я даже уже не помню. То есть, это уже старые такие покупки. То есть, даже USB кабель, похожий на айполовский, продавал. И кто-то вот даже увлекается сейчас аналоговыми всякими. ТВ, чисто из спортивного интереса, видимо, продал вот этот USB тюнер. И какие-то специфические кабели. Редкие. Сушилку для белья тоже покупают люди. Все это нужно. Вот, получается, я уже три раза пластиковые окна продавал. Велосипед. Купил и продал сразу, как началось СВО. Ну, неудачная модель была. Ультрафиолетовая лампа, как началась вот эта вот вся пандемия. Пандемия купили, хотя она никакая не бактерицидная. Она просто для проверки денег. Неожиданная тоже продажа. Кто-то купил раскладную кресло-кровать. Привезли из Пушкина в Красногорск. Услуги по рисунку, по фотографии не пошли. Но хорошо у меня идут услуги по математическому моделированию. Большой спрос есть на вот эту услугу. Я как бы в этом хорошо разбираюсь. Вот эти вот лампы раньше покупали для освещения. Потом все остатки у меня скупили. Потому что их можно использовать для дезинфекции. Ну, вот кто-то сильно заботился этой пандемии и купили. И получается, я два раза, что ли, сушку для белья выставил. Вот такие кабеля, кстати, продаются. Что удивительно. Книжку у меня кто-то купил этого Минаева. Плавки снял с продажи, потому что потерял и стал сам носить. Переходнички покупают. Либо я его сам стал использовать. Коньки, как всегда. Ну, зеркала. Видите, уже здесь повторяется цепаж. Кто-то купил. Ну, как только вот еще модель вышла, еще можно продать все эти защитные стекла. Потом уже быстро спрос теряется. Валенки продавал. Вот. Колесики для велосипеда. Такие запчасти. Планшет старый тоже. Кто-то купил смотреть мультики детям. Детско-удерживающее устройство. Складные. Лестница-стремянка. Сдавал. Пытался в аренду сдавать, но потом продал. Потому что у меня их несколько после ремонта осталось. Джинсы пришлось выкинуть. Стульчики хорошие, милые купили у нас. И там метрический ключ. Зачем-то я купился. Бессмысленная покупка. Пришлось продать. И даже топливный насос. Я менял в автомобиле. Вот. Но оказалось, что не в нем основная проблема была. Вот это зря я продал. Этот ЕЛМ. Самому пригодился бы. Сейчас они подорожали. Плохо, но продают двери. Иногда двери требуются для того, чтобы... Устанавливать по требованию газовщиков. Внешний аккумулятор продал. Или выкинул даже, потому что не работал. Внешний жесткий диск. Тоже хорошо продавались. Там отлично. О перфораторах, я говорил, сдавал в аренду. SSD накопитель. Нужно было его в магазин вернуть. Но что-то, видимо, распаковал. Какой-то он медленный оказался. И даже видеокамеру кто-то купил. Из коллекционеров. Вот квадрокоптер. Косивший под Mavic. Я его с удовольствием продал. Wi-Fi роутеры старые тогда еще пользовались. Просто купил более новую модель с четырьмя антеннами. Опять же костыли. Обратите внимание, второй раз уже продаю санки. Вот видите, уже такие старые, древние вещи. Даже тарелки для микроволновки можно продать. И так называемые бабушка фоны. Вот. Монитор. Опять же. Книжку по выпечке. Как-то я умудрился продать. Кронштейн для кинескопа на телевизор. Ну, сейчас уже такие вещи не продаются. Опять микроволновая печь. Не дешевите. Лыжи. Не помню, кто-то уже у меня купил их. Стабилизатор напряжения. Полезная вещь. На даче. Вот. Межкомнатные двери. Тогда покупались. Сейчас что-то вот как-то мало пользуются спросом. Вот. Брюки. Кстати, не выкидывайте, не продавайте. Может самому пригодиться, скорее всего. Вот. Колесный диск продешевил тогда, честно говоря. Они потом со временем стали растет стены. И даже счетчики бэушные продаются. Утюги можно по хорошей цене. Вот такой типа марки Браун продавать. И даже стекла. То есть, вот это вот можно оконную раму без алюминия. Тоже продавал, когда ремонт делали. Вот. Библию. Столики. Видите, сколько я продал там? Около 300 товаров. Вот. Дверь. Комнату. Стеклопакет. Я здесь уже немножко ускоряюсь. И когда еще работал Иван, значит, продавал духи. Даже смесители старые, демисезонные костюмы. И тогда еще пользовались, просим, DVD с караоке. Фотоспышка. Вот, кстати, нужно фотокамеру продать свою. Подставка для ребенка. Кстати, потом бабушке потребовалось. Иногда еще пенсионерам требуются, а не детям. Тумбы. Вот такую. То есть, можно находить в помойках какую-то мебель. Ее отмывать и продавать. Между прочим. Ну, просто люди выставляют. Кому-то никто не хочет. За несколько сот рублей, может быть, заморачиваться. Ну, вот, какие-то эксперименты были с продажей каталогов у меня. Ну, тоже пошло уже лет 10 назад. Тонометры, даже бэушные, пользуются. На запчасти продаются. Видите, сколько я утюгов продал. Есть запчасти для слюда, для микроволновой печи. Удивительно, но продал свой системный блок за 9 тысяч. Какой-то товарищ не особо разбиравшийся купил. От брата остались такие вот электромагнитные произу с работы. Тоже их продал. Стульчики. Второй, получается, видите, второй уже громкоговоритель. Радиоприемник. То есть, нужно еще правильно подбирать наименование. Вот. Третий раз говорю, что микроволновки очень грамотно продавать. Пользуются спросом. Массажные лейки. Вот, очень хорошее кресло продал. Одно из первых покупок. Ретро-торшеры. Слово аукцион сейчас нельзя уже использовать. Но, очень быстро покупают. Здесь я прям продешевил. Это такая винтажная штука. Нужно быть аккуратным. Есть какие-то специфические переходники. Переходники, возможно, они уже устоявшие. То есть, не тяните из продажи их. Вот. Даже такие какие-то вещи ретро пользуются спросом. Например, для каких-нибудь, может быть, декораций, фильмов и так далее. То есть, для антуража. Вот. И иногда купил тогда компьютер. И продал его. Ну, у него была мощная видеокарта. Мне не нужна была. Я продал из него. Значит, малярные всякие. То, что после ремонта остается. Либо сдавайте, как я говорил. Либо продавайте. И когда дарят вот эти комплекты постельного билета, тоже продавайте их. Комбинезончики детские какие-то. Можно продавать. Но сейчас мы отдаем в основном благотворительные. Такие организации. Если вы покупаете телевизор и вешаете его на стену, то подставка настольная не нужна. То можно ее продать, в принципе. Вот. Вешалку напольную икеишную продавал. Ну, тут пришлось корпус выкинуть. Никто не продавал. Тут у меня разово купил по дешевке несколько духов. Но и компьютерная вот со словом икея очень хорошо продается. Вся эта мебель, тем более она сейчас ушла. Опять же, еще раз, все эти постельные комплекты, которые дарят. Детские велосипеды по нормальной цене можно продать. И даже была такая жара в Москве, жуткая в один год, что даже у меня оконный кондиционер купили. Вот. Потому что я сначала себе ставил оконный, ну, фрущевки до сноса. А потом поставил нормальную спецсистему. А этот стоял без дела. И потом его рано или поздно продал. Вот. Когда вот был этот огромный спрос. Бывает, что резко жара, и все начинают покупать эти кондиционеры. Вентиляторы, они в магазинах прям выносятся. И по хорошей цене можно продать. Продала теща кровать для лежачих больных. Тормозные. Вот жидкости что-то плохо идут. Но однажды удалось продать. Зарядное устройство для фотоаппаратов. Детские коляски. Вообще замечательно там тогда продалась. Вот запчасти, которые не пригодились. И даже остатки паркета. Ламината тоже можно продать. Что удивительно. Обрезки даже. Плафоны уже, что неудивительно. Старые фотоаппараты. Сейчас уже здесь вот такие старые вещи показывают. На те, которые сейчас не актуальны. Я даже не буду говорить, потому что их со мной не продадите уже никому. Вот. А вот кухонные мойки можно продавать. Потому что такие ставятся в муниципальном, так сказать, ремонте. В квартирах. Потом, когда их приватизируют, ставят нормально. И эти выкидывают. Но их можно продать или на даче использовать. Оптические приводы, по-моему, просто выставил. Никто не покупал. Выкинул его. Тумбы. Вообще шикарные идут. Под телевизоры. Ионизаторы. Какая-то хрень какая-то. Вентиляторы. Тут продешевил, конечно. Венц. Это, кстати, украинская марка. И Блауберг. Тоже украинская марка. Просто косят подниминцы. Смесители вообще хорошо продаются. И есть такие смешные универсальные зарядные устройства. Лягушка. Продавалось. Для зарядки батарей съемных. Сейчас, наверное, уже антенны никому не нужны. А можно даже отдельно от неисправного роутера продать антенны. Или блок питания. Вот эти у меня есть старые блоки питания. Нужно продать их. Хорошая идея. Тонометры. Уже не первый раз. И остатки строительных смесей можно по адекватной цене тоже продать. Если, ну, как правило, покупают с запасом, а потом обратно везти в магазин эти тяжелые мешки, лень, проще их выставить на продажу. Хотя даже по гарантии их можно сдать. Контроллеры какие-то специфические. То есть, правильно писать описание, чтобы можно было найти свои товары. Датчики. Продал, что ли? Я его уже не помню. Ну, такие вот дурные лампы. Дешевые, китайские. И даже адаптеры. Продавал. Вот сканер. Два сканера я уже продал. Смартфоны. Старые. Это уже не актуальные. Лампочки. Ну, вот. Это все не продавалось. Галогенные лампочки снималось. Продажи. Платы видеозахваты. Аккумуляторы. Ну, это вот здесь. Старые уже пошли. Я даже пролистываю быстро. Покупают с разбитыми стеклами даже телефоны. Кабель телевизионный удалось продать. Духи. Вот. Автомобильный насос. Тут я немножко продешевил. Потому что купил более мощный. Вот. Что-то я с вентилятора распродавал. Душ гигиенический, который слегка засоряется. Их можно, кстати, прочистить, не продавать. Вот. Нужно продать мне старые счетчики. Бывшные. Хорошая идея. Потому что сейчас их снимают. И, на самом деле, уже обязанность по установке новых счетчиков стоит на энергосбытовой компании. Поэтому, наверное, сейчас спроса на них не будет. Кэнон. Старые фотоаппараты. Все эти батарейки. Вот. Демпферные ленты. Варочная панель. Снимал панель. Уронил. Разбил. Треснул. Можно продать на запчасти, даже если треснуто. Ирлигатор какой-то, который они продали, хотя подарили в подарок, хотя у меня был нормальный. Эппл тогда такие смешные айподы. Вот уже у старых объявлений нету фотографии. Детская кроватка, электрокачели и так далее. Вот. Итого я продал на Авито где-то на там 200 или 300 тысяч рублей. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь. Ставьте лайк.